МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Армении зарегистрировано 92 нового случая коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных случаев достигло 663. В Талышах проживают 54 семьи. Деревня возрождается. Путин и Эрдоган обсудили шаги по стабилизации ситуации в Идлибе. 2500-летнее дерево было найдено в провинции Мараш в Западной Армении. Из-за непрекращающихся дождей в Тигранакерте началось наводнение. Река затопила несколько кварталов. Спасатели оказывают помощь пострадавшим. Жертв нет. Синоптики сообщают, что в ближайшее время погода не улучшится. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны Армении Дэвид Тоноян почтили память павших во время апрельской войны солдат, возложив цветы к могилам в пантеоне Ярабулур. После возложения цветов к могилам солдат, армянский премьер зажег свечи в часовне, действующей при пантеоне. Об этом сообщил сам Никол Пашинян, выйдя в прямой эфир на своей странице в Фейсбуке в четверг 2 апреля. Издана книга «История Армении», написанная для западноармянских школ. Его написал и подготовил историк Артак Мофсисян. Книга одобрена Министерством национального образования Западной Армении. В Армении за сутки зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Об этом новости Армении. Ньюс.М сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний. В общей сложности на 11 часов 2 апреля в стране зарегистрировано 663 инфицированных коронавирусом. Отрицательные результаты зафиксированы при проведении 2940 тестов. Фактически сейчас лечится 626 человек. Выздоровели 33 человека, скончались 4 пациента. После четырехдневной апрельской войны село Талыш на севере Арцаха восстанавливается. Глава села Воружан Уганян сказал Ньюс.М, что сегодня в селе живут 54 семьи, 174 человек. И добавил, что надежда не пропала, а остальные вернутся. До апрельской войны в деревне было 150 домов с населением около 500 человек. Деревня Талыш пострадала больше всего во время четырехдневной войны. Трое пожилых жителей села были зверски убиты азербайджанцами. Президенты России и Турции Владимир Путин и Раджеп Тайпардаган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе. Проложен предметный обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в Идлибской зоне. Также затронута ливийская проблематика, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Кроме того, стороны обсудили пандемию коронавируса и обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан. В то время как в некоторых регионах Западной Армении, в Ване, Карине, в Муж, в Апрель начался со снегопада в южных регионах, таких как Мараш, весна. В окрестных лесах Мараша случайный фотограф-путешественник нашел дерево тис. Это вечно зелено-хвойное дерево. Фотограф проинформировал природоохранные органы об удивительном дереве. Исследование показало, что дереву 2500 лет. Несмотря на свой вековой возраст, оно может бросить вызов более молодым деревьям. Дерево взято под наблюдение природоохранными службами. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сасун-Хелимерик. Сасун-Хелимерик. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.